Мы с вами будем готовить вкусняшку. Это будут куриные рулетики с беконом. Что нам для этого понадобится? Куриное филе я его уже отбила, бекон сырокопченый у меня двух видов. Начинять мы все это будем мягким творогом. Вот такой у меня домик в деревне, 5,5%. Здесь две упаковки. И также в этот творог я добавлю мелко нарезанную зелень. Зелень может быть любая, петрушка, кинза и все, что вы любите. У меня это укроп. И также в соус я добавлю гранулированный чеснок. Опять-таки чеснок можно добавить обычный. Вообще, на самом деле, начинка может быть абсолютно любой. Вы можете добавить туда сыр, например, моцареллу. Также можно использовать, не знаю, чернослив, курагу. Все, что вы любите, все, что придумаете, то и можете положить. От этого просто поменяется вкус. Но я вот сегодня делаю такой классический. В общем, сейчас покажу, как я все это буду готовить. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, ребят, показываю, какая красота в итоге получается. Вот такие вот румяные аппетитные рулетики. Они получаются просто невероятно вкусные, сочные. И вот этот бекон дает такую пикантность. В общем, обязательно попробуйте, приготовьте. Вот так рулетик выглядит внутри. Приятного нам аппетита! И всем, кто кушает, тоже приятного аппетита! Решила сегодня затестить новенькие горшочки для запекания. Кстати, посмотрите, как они классно подходят по цвету к разделочной доске. Так прям ярко-сочно выглядят. В общем, буду делать жаркое из свинины, с картофелем, с луком, с морковкой. Морковь буду использовать замороженную, потому что она у меня нарезана, не стала пока доставать. Мясо можно использовать любое. Говядина, телятина, баранина, даже курицу можно использовать. У меня свинина, потому что она была дома. В общем, начну я как раз с мяса. Пока у меня тут обжаривается мясо, займусь овощами. Лук нарежу четверть кольцами, а картофель на такие средние кусочки. Кстати, мясо тоже старалась не мельчить, резала покрупнее. Так, ну в принципе, все ингредиенты я уже подготовила. Свинину обжарила, картофель нарезала приблизительно вот на такие кусочки. Зажарка тоже готова. Здесь у меня лук, морковь. И сейчас уже буду заполнять наши горшочки. Конечно же, помимо этих ингредиентов, можно добавить еще много всего. Например, помидор, болгарский перец, шампиньоны, какую-нибудь зелень. Но у меня сегодня вот так. О, here you are, face to face, in this treasure bar. Another closet, I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no. I don't see the logic of things. It's quite a lonely world. Отправляю наших красавчиков в духовку. Выпекать буду при температуре 200 градусов. По времени сориентирую вас уже в описании. И поставлю на традиционный режим. Обычно я готовлю всегда именно на нем. Если мне нужна корочка, например, для курицы, для картошки, я готовлю на режиме гриль с конвекцией. Что, жаркое наше готово. Давайте посмотрим, что там получилось. Вот такая вот красота. Какие краски, какие цвета. Единственное, только в процессе приготовления у меня это все активно бурлило. И горшочки, соответственно, испачкались. Противень тоже. Но на вкус это никак не повлияло. Все равно уверена, что это очень вкусно. Поэтому желаю всем приятного аппетита. Посмотрите, какая мягкая картошка. Она прям, видите, разваливается. Мясо, овощи. Пахнет обалденно. А сейчас мы с вами будем готовить минтай с овощами в сметанном соусе. Я уже подготовила все ингредиенты. У рыбы удалила плавники, хвост, почистила брюшко. Также обязательно нужно внутри удалить черную пленку, чтобы рыба не горчила. Также мелко нарезала 2 средних луковицы. Понадобится приправа для рыбы, сметана. Морковка. У меня здесь тертая замороженная морковь. И также соль, перец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, минтай готов. Выглядит он, конечно, не очень презентабельно и аппетитно. Но самое главное, вкусно. У нас это блюдо любит вся семья. Рыбка получается очень нежная. И самое главное, готовится быстро и просто. На гарнир можно делать все, что угодно. Я вот, допустим, сегодня сделала, просто отварила рис. Можно и с картошкой пюре, например, кушать рыбку. И с макаронами, и с гречкой. Что больше любите, что больше нравится. Но вот за эту рыбку я ручаюсь. Правда, получается очень нежно, вкусно. В общем, если никогда не готовили минтай таким образом, обязательно попробуйте. Я уверена, вам и вашей семье понравятся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова